Всем привет! У нас уже который день стоит невыносимая жара под 38 градусов и находиться на улице и что-то снимать, честно говоря, не очень хочется и поэтому решила записать для вас сегодня факты о китайцах, которые я заметила за два года жизни в Китае которые вы, возможно, не знали и которые, может быть, вас удивят. Погнали! Десятое место. Драурный цвет – белый. В отличие от большинства стран, в Китае драурным цветом является белый. Он означает возрождение и чистоту, то есть умерший человек вновь переродится и вернется. Вот во что верят китайцы. И действительно, однажды на улице встретили прощание с умершим человеком и все действительно были одеты в белое. Девятое место. В Китае нет центрального отопления. В большей части Китая отсутствует центральное отопление. Зимой здесь не так холодно на улице, как в России, но из-за того, что центрального отопления нет, в помещениях очень холодно. И китайцы, как и мы, вынуждены находиться в верхней одежде, везде на работе, дома, в магазинах, в кафешках, в школах и так далее. И это лично для меня, это очень некомфортно, это правда холодно. Согреться можно только электрическими обогревателями. Мы спасаемся кондиционером, который ставим на теплый режим. Сейчас, конечно, эта проблема не актуальна, но не упомянуть об этом я не могу. На восьмом месте факт о запахе. Те, кто только приехали в Китай, да и мы, когда впервые здесь оказались, сразу обратили внимание на запах. Да, в городах Китая стоит своеобразный запах. Неразборчивость китайцев в еде, большое количество общественных мест питания, приготовление деликатесов прямо на улице, все это провоцирует неприятный запах, который преследует вас просто везде. Но на самом деле ко всему мы быстро привыкаем и со временем даже не замечаем. Единственное, запах тофу, который готовят прямо на улице, это то, что я до сих пор с трудом переношу. Седьмой факт. В Китае во все пищевые продукты добавляют усилитель вкуса. Да, усилитель вкуса или глютамат натрия действительно является такой же пищевой добавкой, как, например, перец. И продается он во всех магазинах и на витринах вместе с сахаром и солью. И однажды я вместо соли чуть не купила эту добавку, поэтому нужно быть внимательней. Шестой факт. В Китае во все заведения можно приходить со своими напитками. В Китае на каждом шагу можно встретить чифаньку, барбекюшку, закусочную, какую-то кафешку. Еда там дешевая, сытная, вкусная. Напитки там тоже продаются, но если вы принесете свою воду или какой-то напиток даже из другой кафешки, или вообще какую-то еду даже свою, ничего страшного в этом нет. Запрета здесь такого не существует. Можно встретить кафе, где нарисовано обозначение, что со своим нельзя, но здесь это воспринимается не как запрет, а скорее как рекомендация. И поэтому, если вдруг вы все равно приходите со своим, то персонал на это никак не реагирует. Лично я сама всегда так делаю. Пятый факт. Всем известно, что китайцы любят чай. Но, как мне кажется, по-настоящему национальным напитком здесь является горячая или теплая вода. Такая вода, по мнению китайцев, придает сил, энергии и очищает ваш организм от шлаков. Почти никто не пьет здесь просто холодную воду. И все китайцы ходят с термосом, в кафешках кулеры стоят с теплой водой. И порой найти холодную воду здесь не так-то просто. Четвертое место. Молоко нет для китайцев. Да, большинство китайцев не едят никакую молочную продукцию. Некоторые эксперты считают, что у них генетическая непереносимость молока. Поэтому китайцы не едят даже сыр, творог, сливочное масло и какую-то другую молочную продукцию. Лишь в некоторых магазинах можно найти такие товары. Но они ориентированы все же на иностранцев. И поэтому цены высокие, а выбор небольшой. На третьем месте факт про курение. По некоторым данным, треть населения Китая курит. И это превратилось в настоящее общественное бедствие, с которым государство и правление никак не борются. А все потому, что у китайского правительства монополия на табачные изделия. И значит, продажи табачных изделий – это прямая выгода для бюджета государства. В результате в Китае курят все и везде. И на улицах, и в кафешках, и даже в автобусах, и везде-везде. А еще и очень часто. И вообще, в этом для китайцев есть какая-то такая философия. На втором месте факт о китайском языке. А вы знали, например, что житель северного Китая может не понять южанина при разговоре? Потому что китайский язык настолько сложный, в нем около 50 тысяч иероглифов и более 7 диалектов, которые абсолютно по-разному звучат. И я сама лично сталкивалась с таким жизнью, когда китаец приехал в другую провинцию и не смог понять местного жителя. И, кстати, на телевидении все программы, все фильмы, кино показывают с субтитрами, для того, чтобы ты мог прочитать иероглифы, если вдруг ты не понял на слух. Потому что письменность в Китае едина, упрощенный китайский. Ну и на первом месте факт, с которым я сталкиваюсь каждый день в своей жизни. В Китае закрыт доступ к популярным западным интернет-ресурсам. Китай на сегодняшний день остается достаточно закрытой страной. После запрета на многие западные интернет-ресурсы, количество китайских аналогов, все растет и растет и растет. Но при этом в Китае запрещены Google, Facebook, Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp, TikTok, YouTube. И это далеко не полный список запрещенных интернет-ресурсов в Китае. Единственный способ получить доступ к ним, это использовать VPN, чем я и занимаюсь каждый день. Большое спасибо всем за просмотр. Какой факт удивил вас больше всего, пишите в комментариях. А также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы рады каждому новому подписчику. Всем до встречи и пока!